Приветствую всех, здорово, вы на канале Incognito Pictures, это уже етить-колотить 28 выпуск киносвежателем на предстоящие мировые кинопремьеры недели. Здравствуйте, это здесь снимают кринжовые обзоры с дебильными вставками и реактами. Нет, мы снимаем только годноту. Субтитры сделал DimaTorzok Техас с Аризоной объявили пиндосам войну. Гражданские войны макнули страну. Вот что бывает, если ткнуть в проблему лицом. Нелегальные эмигранты были всегда проблемой для Америки. Может и об этом спросить у любого индейца. С такой мыслью выходят на мировые экраны боевиковая фантастическая драма под названием «Падение империи» с Джесси Племансом и Кристен Данст в главных ролях. Боже, храни Америку. Падение империи. Как ни странно, фильмец станет отличным подарком современным ура-патриотам, потому как по сюжету власти Техаса и Аризоны, нащупав у себя первичные половые признаки размером со свои штаты, кинули предъяву белодонным блюстителям демократии, а с чего у тех подгорели поконы и они развязали гражданскую войнушку на своей же территории. Вы вообще в курсе? По всей Америке идет гражданская война. Да пусть я тебе белокожетейский. Господи, благослови Америку. Фильм снят, конечно же, дорого-богато. Единственное, что портит впечатление от его просмотра, это внешний вид Кристен Данст, которая в свое время отыграла ту самую рыженькую подругу Человека-паука. И от этого у меня прям какой-то упадок получился, потому что я осознал, что начинаю неумолимо стареть. Эх. Господин президент, вы сожалеете о решении применить авиаудары против мирных граждан? Ну заплачь. А относительно фильма еще хочется добавить, что он выпадает в какую-то канву последних направлений Голливуда, где, да, они поднимают серьезные темы, вроде не боятся о них говорить, но выглядит это как-то, как будто, да, мы говорим на эти темы, вот мы не боимся про них говорить, но по сути ничего не делается. Блин, нам похер все равно. А еще одной поучительной историей о том, как же подловить америкосов на их трынде же, будет рассказ о том, как прилетели как-то российские журналисты в Америку, видят, американец идет, подходят к нему и такие говорят, «Слышь, ты американец?» Он такой, «Ес, да, я американец». Второй вопрос. «Ты был на Луне?» Америкос такой, «О, ноу, ноу, я не быть на Луне». И в это время журналисты поворачиваются в камеру и говорят, «Вот, мы сделали сенсационное открытие, а американцы не были на Луне!» Или это тупость журналистов? Или это трынде же американцев? Я уже ничего не понимаю! Да. Бедняга. Самюэль Джексон ловит маньяка. В Шотландии ушмыгнул он из Чикаго. Еще и Касселя с расспросами донял. Что в предложении я свалил подальше от всего этого, ты не понял. Он тупой. Все маньяки пытаются доказать, что они не маньяки. Именно с такой главной идеей выходят на мировые экраны боевиковый, детективный, драматический, криминальный триллер под названием «След киллера» с Сэмюэль Л. Джексоном и Винсаном Касселем в главной роли. У всех своя вера, так ведь? Удобно, правда? Сэмюэль Л. Джексон играет в этом фильме всезнающего детектива из Чикаго, который в свое время просрал крупное киллерское дело и спустя пять лет узнает, что в Шотландии появился аналогичный маньячило. И, взяв ноги в руки, он садится в самолет, я задолбался лететь. И прилетают в Шотландию и дурят голову местным следакам, мол, я все шуруплю, все разрулю, дайте мне только бабки, власть и все остальное, и все будет ништяк. Наверное, он считает себя праведником. Сектантская идеология. Ничего себе! Кому-то недалеко до звания детектива. Итак, черная братва, замочили двух белых и мы сваливаем! Погнали, Джек, погнали! Хватай, спасибо! Сматывайся! Поехали, поехали! При этом он пытается зазвать в это дело своего бывшего напарника в исполнении Винсана Касселя, который ерепенец, хрен поймешь, то ли он сам маньячило, то ли кто-то там замешан, побожаю, вот такие детективные всякие страсти, и они, короче, по ходу расследуют это дело. Конечно, детектив переполнен жестокими сценами, но от этого как-то больше выживаешься и сопереживаешь всем этим следокам. Ну, интересно, я обожаю такие детективные истории. Ты иди в себя и хорошенько подумай. Че тут думать? Парень еб... на всю башку. Да заткнись ты на... А в тему фильмов про маньяков идеально подойдет история о том, как в один маршрутный автобус заскакивает мужик с ножом и такой говорит, всем сидят, щас всех изнасилую! И тут девушка молодая одна такая, ах, пожалейте хотя бы бабушку, ну что вы! Бабка с задних рядов поднимается такая и говорит, будь мужиком! «Всех» значит «Всех»! Эх, бабуля-бабулин! А вы, кстати, все знали, что чем старше женщину, тем вкуснее борщ! Мамаша с дочуркой в подземелье живет, потому что на поверхности люди просрали весь кислород! Ёлович дерзко! Их нарушит покой! Мне нужен генератор и я его получу любой ценой! Очко не треснет! Предвкушать конец света – самое древнее развлечение человечества и именно с такой мыслью выходит на мировые экраны боевиковый фантастический триллер под названием «Дыши» с Милой Ёлович в главной роли. Сначала границы закрыли, потом отдохнуть не дали, никакого праздника, ничего нельзя, выхватили вообще все! По сути, фильм рассказывает историю о том, как человечество, пересмотревшись блогов с Гретой Тунберг, решило, что глобальное потепление и апокалипсис уже наступили и решили доживать свои последние деньки в специально оборудованных бункерах под землей. И рассматривается эта история на примере, конечно же, афроамериканской, будь она не ладно, это повесточная тематика семьи, которая живет в одном из этих бункеров, папаша – ученый, и в какой-то определенный момент его все это, по ходу, заколебало. Он сказал своей жене и дочурке, что я сейчас на 5 минут перекурить наверх выйду, а вы меня подождите, и так с конца не исчез. Проходит какое-то время, Мила Йовович припирается к ним, к этому подземелью и говорит, мол, я знаю, где твой муж, давай мне установку, которую он там придумал. Ой, короче, бред, да и только. Короче, фильм является очередным постапокалипсисом от Голливуда, в котором снялись довольно узнаваемые актеры, но возникают иногда моменты, что снято все это на любительскую камеру, а моментами даже очень киношные моменты, ну, хрен его знает, моментами моменты, и я уже начал заговариваться. Посмотреть его, конечно же, наверное, стоит, но это фильм из категории на один раз и то, когда нечего посмотреть. Отличным описанием фильма будет история о том, как в поезде ехал какой-то мужик, рядом с ним сидела девочка, и мужик такой, блин, делать нечего, дорога долгая, говорит девчонке, ну, молодая леди, может мы с вами побеседуем на чем-нибудь, говорят во время беседы, дорога как-то сокращается, ну, молодкая, ну, блин, а о чем мы с вами побеседуем, мужик такой, ну, блин, хрен его знает, ну, давай о глобальном потеплении, что ли, не знаю, молодкая, говорит, ну, давайте, ладно, вот вы, как взрослый дяденька, расскажите мне, пожалуйста, почему на лугу пасутся вот овечка, коровка, лошадка, едят одну и ту же травку, дышат одним и тем же воздухом, но при этом овечка какает такими маленькими-маленькими какашками, коровка наваливает такие здоровые кучи лепёхи такие, ну, а лошадка какает такими прям круглыми, такими твёрдыми какахами, мужик такой, псс, хрена себе вопросики, говорит, ну, хрен он знает, я вообще без понятия, и малая выдает, ну, вот, ты взрослый мужик, говорит, ты в говне не разбираешься, про глобальное потепление хочешь разговаривать, эх, это был просто пиздец, всем спасибо, до свидания. Кейдж с сыновьями в доме укрылся, ведь каждую ночь инопланетный упырь к ним ломился, на утро стирают они все штанины, при этом понтуются. Не забывайте, что реальность гораздо страшнее любой апокалиптической истории, именно с такими мыслями стоит смотреть выходящий на мировые экраны триллернутый фантастический драматический боевик под названием «Судная ночь в Аркадии» с Николасом Кейджем в главной роли. Кейдж окончательно забил на авторитетность своих ролей и стал сниматься в среднесортных голливудских киношках, кое является и данный шедевр от Голливуда, в котором он снялся в роли отца живущего с двумя сыновьями в каком-то захолустном доме, а чё они там делают, а скрываются от генно-модифицированных кабанов-переростков, которые по ночам шкребутся во все открытые места в их доме. наверное это очередная постапокалиптическая фигня, в которой днем они тусуются по ближайшим окрестностям, а ночью пытаются выжить. «Мы должны быть бдительными, вы понимаете?» «А чё так?» «Сегодня Голливуд — это отстой. Снимают говно отвратительное». «Стоит ли смотреть эту киноху?» «Конечно же стоит!» «Во-первых, если вы фанат Николаса Кейджа, посмотреть, как низко можно пасть. Ну и, конечно же, если вы фанат постапокалиптической всей этой хрени, стоит сразу же предупредить, что снято как будто на мобильный телефон. Хрен с ним, даже на Apple повысим планочку. Но местами и киношные моменты попадаются, да, что уже тут греха таить. Ну, блин, фильм на один раз, и то даже, когда смотреть нечего, и я не знаю, как характеризовать. «Они лезут из-под земли! Ворвутся в любую секунду!» «Вот это глюкануло!» «Вот это ж семейки толпы!» Отличным описанием фильма про инопланетное вторжение будет история о том, как инопланетянин прилетает к себе на планету, и у него остальные спрашивают, «Ну что ты вот наблюдал за землей? Чё там? Чё интересно? Что там за люди? Чё, как?» И этот инопланетян говорит, «Ну ничего, он русский Новый год справляют, по оливьеху кушают, шампанское пьют». Он… «Я улетал, мне полную тарелку оливьехи наложили». Ха-ха-ха! «Полную тарелку наложили». «Надо бросать курить!» Американка в римскую церковь монашкой пошла. Решили, что станет она инкубатором зла! Святые ОлгNetfor medal на церковье акули renewable тем оно страшнее. Именно с такой мыслью выходят на мировые экраны триллернутый ужастик под названием Omen. Первое знамение. Давно мы с вами не рассматривали ужастики, наверное, связанные с тем, что я прям не любитель данного стиля кино. Но этот фильм, ввиду того, что у него были огромнейшие рейтинги и ожидания, и в связи с тем, что при его просмотре у меня не было прям таких отвратительных моментов, когда, вот знаете, смотришь ужастик, оно и страшно, и отвратительно. А в этом фильме все стримеры, они как художественные, реально как классический старый ужастик смотришь. И тем более все события происходят на религиозной, на этой почве, что довольно-таки извлекает вообще разобраться, что же происходит. Есть девочка, которой не хватает внимания и заботы. Карлита. Вот же страшное дерьмо! А по сюжету очередная сильная независимая американка отправляется в римскую католическую церковь для того, чтобы посвятить свою жизнь служению высшим каким-то целям. Но не тут-то было, оказывается, и в этом цветнике духовности есть свои черные моменты. Будьте осторожны, Маргарет. Какой большой рот и маленькая башка. Я уже обосрался. Очень страшно. Но ты видел? Видел? Оказывается, местные священники, еще те хипстеры, поклоняются хрен пойми чему и выращивают какую-то малолетнюю девчонку для того, чтобы она впустила в этот мир абсолютное зло. Нахты на ноем надо, они его или уничтожить хотят, или как-то вывести его на новый левел. Хрен разберешься. Фильм полон скримеров, скример на скримере и ужасные моменты, от которых просто крот стынет в жилах. Поэтому любителям классических ужастиков обязательно к просмотру данный фильм. Тем, кто прям тащится от всяких отвратительных и гадких моментов, этот фильм, наверное, зайдет как такое легкое развлечение. Злые силы. Все для тебя. Стой, стой, стой! Она маньячка! Ты посмотри, святые люди. А в тему фильма о добре и зле отлично подойдет история о том, как русские и американец попали в ад, и дьявол им предлагает. Говорит, вы куда хотите, в русский или в американский ад? Мужики спрашивают, а в чем отличие-то? Ну, дьявол говорит. В американском каждый день надо жрать одно ведро говна. А русский говорит, а в русском? Ну, в русском два ведра говна. Ну, америкос такой патриот, такой, да, все, я иду в американский, фиг, с ним. Ну, русский подумал, говорит, ну, блин, всю жизнь в России прожил, значит, надо в русский идти. Ну, и все, выбрал в русский. Проходит месяц, год, и тут встречаются эти два мужика, русский и американец, и русский спрашивают у американца, ну, что, как освоился, что там делать? Америкос довольный, говорит, да, нормально, говорит, с утра ведро говна съел, и все, день в свободе, нормально. А у вас, как, спрашивает американец у русского, русский говорит, а у нас, говорит, как обычно, то говна не завезли, то ведер на всех не хватает. По-американски. Мы не обязаны жрать это дерьмо. Ну, вот, в принципе, и все, что хотелось бы сказать о предстоящих мировых кинопремьерах недели, а подытожить выпуск стоит, наверное, фразой Фаи Мироневской о том, что практически все жалуются на свою внешность и никто не жалуется на свои мозги. Так и в фильмах. Да, по картинке они стали, возможно, супер-пупер гуд, а вот относительно мозгов еще очень, ой, как далеко, к чему есть стремиться. Спасибо, что досмотрел этот выпуск до конца. Не забудь поддержать меня лайком под этим видео. Подписывайся, конечно же, на канал. Очень поможешь в продвижении канала и видео. Репости его куда только можешь репостить, во всех социальных сетях, мессенджерах. За это большой респект. Все новинки вроде как исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедова. Фильмы говоришь? Фильмы говоришь? Фильмы говоришь? Фильмы говоришь? Субтитры подогнал «Симон»